У нас два вида есть клещей в Брестской области, в Брестском районе. Это рицинусы и дермоцентры. Клещи и рицинусы лесной переносят энцефалит, дермоцентр луговой, лаймборелиоз. Во второй половине февраля четыре жителя Бреста доставили на исследование в лабораторию самостоятельно снятых кровососущих. По результатам исследования, два из них оказались положительными на лаймборелиоз. Значит, даже в феврале выезд на природу и обычная прогулка в городском парке может стать своеобразной лотереей. Нужно избегать мест, где поросли, заросли, несмотря на то, что травы и сока еще нет, но есть вот эти сухой валежник, прошлогодние листва, где-то как бы не убранные. Не нужно по тем местам стараться что-то найти в глубинах зарослей, а проводить время на каких-то открытых участках, где прогревается солнце, и нет вот этой густой растительности, потому что это место излюбленное обитание клещей. Как правило, сегодня в зоне риска рыбаки и домашние питомцы. Затаившиеся в стеблях сухой травы клещи не отличаются особой разборчивостью. С одинаковым аппетитом набрасываются на котов, собак и людей. Запах человека или животного улавливают на расстоянии 10 метров. В прошлом году от укусов пострадало более полутора тысяч человек. У 72-х людей выявили лаймборелиоз, и у четырех диагностирован клещевой энцефалит. Много обращающихся по поводу покусов на дачных участках. Вот поэтому нужно помнить, что вот эти меры соблюдения в плане покоса сорной растительности, своевременного буропрошлогоднего листва, вот этого валежника, это в том числе люди должны быть заинтересованы, чтобы себя лично защитить. В деле с маленькими вампирами главное обратиться к врачу и принять профилактическое лечение. Но оно эффективно в первые 72 часа после укуса. Для того, чтобы определить, инфицирован клещ какими-либо возбудителями, проводятся лабораторные исследования, как правило, на платной основе. Но есть ряд условий, при которых это можно сделать бесплатно. Если мы по поводу укуса обратились в организацию здравоохранения, там врач посмотрит и назначит медикаментозную профилактику, но если кому-то по состоянию здоровья противопоказана медикаментозная профилактика, то это укажет врач в направлении, выдаст это направление, и на основании этого будет исследование бесплатно. Плюс там еще, если клещи сняты с деток, которые на территории оздоровительных лагерей, с ландорно-курортных учреждений, то это будет указано. Но это в случае, если вы обратились для помощи снятия клеща в организацию здравоохранения, сказали, это доктор, и вам это укажут, на основании этого бесплатное исследование будет.